привет друзья привет гости канала в этом видео вам расскажу как улучшить вайфай свой вот если к примеру вы подключились к вайфаю до какому-то и ваш телефон очень плохо работает даже на сотовой связи будет интернет лучше он через вайфай он какой-то плохой и вы перезагружаете выключаете сеть вайфай а у вас все равно плохой очень интернет вы звоните оператор он говорит то все нормально пересмотрите у себя на устройстве аваска такое чувство как будто интернет знаете завис либо же заглючил на одном месте сейчас вам покажу кое-какие настройки которые помогут вам улучшить ваш вайфай имеется ввиду на телефоне и сделать его намного намного лучше есть два способа так что усаживайтесь поудобнее я показываю первый способ очень простой на самом деле это перезагрузить телефон если какие-то процессы у вас зависает если телефон у вас глючит и лагает это означает что телефон нужно перезагрузить раз в недельку его перезагружайте потому что это тоже устройство и она требует какого-то действительно перезагрузки отдыха если есть возможность там помните раньше люди выключали на ночь телефон сейчас можно не выключать но все равно рекомендуется хотя бы раз в недельку его перезагружать второй способ это даже три способа будет второй способ это просто зайти вайфай вот здесь вот выбрать ту сеть которую вы к примеру пользуетесь здесь вот будет удалить эту сеть то есть мы полностью удаляем эту сеть и заново нажимаем поиск нажимаем поиск опять находит эту сеть подключаемся вводим пароль и так мы перезагружаем сеть то есть телефон удаляет эту сеть он думает что это новая полностью сети когда вы к ней подключаетесь какие-то какие ошибки были ранее они полностью исчезают но не всегда это помогает и нам нужно воспользоваться третьим способом который действительно вот в большинстве в 95 случаев это помогает улучшить ваш вайфай на телефоне вам и это будет лучший способ на сегодняшний день есть такая программа которая называется запуск activity activity launcher вы его можете скачать либо с моего телеграм-канала ссылочку оставлю внизу в описании или же с play market а и когда вы его скачаете даете ему доступ полностью и получается так что эта программа добирается до скрытых настроек на нашем телефоне которые мы к примеру не можем найти в обычных настройках запустили здесь будет у нас поиск вот такая вот лупа также рекомендую в правом верхнем углу нажать шестеренку перед тем как использовать и здесь вот будет у нас такая вот штука скрывать приватные действия скрыть приватные и отключить действия которые невозможно запустить без root доступа вот этот вот пункт нужно наоборот отключить потому что если он включен вы не сможете добраться до тех настроек которые я сейчас буду показывать и вот здесь вот в поиске просто написать телефон пишем вот так вот телефон мы уже все сделали попробовали но у нас сразу как и был так и есть очень плохо работает интернета вай фай и здесь у нас будет очень много настроек сейчас я не туда немножко зашел нам нужен вот этот вот пункт видите вот этот вот где шестеренка и принципе вот эти вот настройки которые мы часто можем замечать в нашем андроиде вот такая вот шестереночкой настройки нас интересует не первый пункт а настроек второй пункт где вот это вот шестеренка опять такие здесь есть нажимаем на этот пункт настроек спускаемся вниз и здесь у нас есть пункт внутричняя память вот этот вот пункт нам сейчас будет нужен смотрите видите давайте в руки возьму чтобы вам было лучше видно внутричняя память вот это вот обращая на это внимание и нам нужно на вот эту вот внутричнюю память вот так вот потапать 10 раз либо там пять раз пока вас не появится вот такое вот меню здесь будет информация о телефоне это первая sim карта информация это вторая sim карта а вот вай фай информейшн не так как раз тот пункт настроек который нам сейчас понадобится мы в него заходим вот эти вот два пункта не заходите потому что там что-то если наклацать это будет еще хуже а нам интересует вот этот вот последний пункт вай фай статус здесь как раз указано какой у вас статус вай фай а скорость его и так дальше ну может никаких значений не быть потому что в долг перезагрузки его на смотрите первое что нужно сделать это нажать вот эту вот кнопку выполнить проверку пинг то есть пинтование будет эти сети нажимаем несколько раз вот так вот проверяется видите пас 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 проверка клиента а здесь вот верху рефреш статс то есть рефреш это означает перезагрузка то есть мы нажимаем вот так вот перезагрузку и у нас появляется рефреш стат можем и здесь понажимать опять нажимаем рефреш стат и нам нужно тапать до тех вот этот вот нажимать рефреш старт пока у нас rs с ай не будет меньшего значения видите у меня сейчас минус 29 уважай этот статус я уверен будет где-то приблизительно там 35 45 55 то есть чем ниже вот это вот значение видите минус 24 тем лучше у нас скорость вай фай на вот этом вот телефоне будет я рекомендую вот так вот тапать до того момента как у нас не будет где-то вот как раз 24 23 видите больше я накладывал в минус 29 минус 28 в общем клацать и клацать и пока не будет меньшее значение как только вы получите меньшее значение это будет означать что видите доклад саша у меня уже было минус 24 стала минус 32 значение увеличивается такое чувство как будто я делаю еще хуже для своего телефона видите то есть вот это вот значение старайтесь сделать еще меньше видите доклад саша у меня блин минус 37 блин минус 38 то есть нужно сделать его как можно меньше то есть вы таким образом перезагружаете сеть и у вас вот это вот значение будет как раз как раз лучше увидите минус 27 доклад сал и как раз после вот этих вот действий у вас действительно в действительности будет лучший вайфай интернет многие сейчас скептики будут показывать писать в комментарии оставлять что это не работает ничего там такого нету на это действительно рабочие советы без каких-либо программ без каких-либо усилителей без покупок вайфай роутера без улучшения тарифа дороже да это реальный способ вот к примеру я на эту камеру которая сейчас снимаю на телефоне я раздаю вайфай и когда я вот и сделал вот эти вот действия когда я нажимал refresh каждый раз я улучшал показатель я подключался отключался действительно вот этот вот показатель влиял на то что у меня интернет вайфай становился лучше пробуйте пишите свои комментарии кто что думает и пишите работает или нет здесь оставлю также два новых ролика загляните посмотрите там тоже будет много полезной информации но с вами как всегда ваш техна блогер тимуха лайф друзья если видео наберет 500 лайков я вам сниму еще один полезный ролик так что поддержите канал все-таки стараюсь для вас пока